И сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник. Это директор Департамента образования и науки Приморского края Александр Николаевич Забрицкий. Александр Николаевич, здравствуйте. Наш разговор происходит буквально через несколько дней после Дня Знаний, который открыл начало нового учебного года. В этом году летом был принят новый краевой закон об образовании. Какие основные его новации, чем этот учебный год будет отличаться от предыдущего? Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемый Александр. Действительно, 15 августа этого года был принят краевой закон в развитии закона Российской Федерации в образовании, закон об образовании Приморского края. Но, наверное, основная тема, которая волнует, я уверен, зрителей, я это чувствую, вижу и по письмам, по запросам зрителей, это школьная форма. Сразу хочу сказать, что в Приморском крае, в наших школах, еще до вступления в силу закона краевого образования, школы придерживались, большинство школ, традиционных подходов наших, и школьная форма в том или ином виде, она была принята и используется. Сейчас краевой закон об образовании вводит право учреждения образования, школы, по согласованию с Радейским комитетом, с Радейским советом, с общественными организациями, с собранием коллектива, с учетом мнения школьников, старших классов, других классов, вводить школьную форму, закон устанавливает требования к школьной форме, рекомендации. То есть мы предлагаем три вида формы, спортивная, повседневная, парадная. Мы рекомендуем иметь в виду, что парадная форма — это светлый верх, темный низ, повседневная — это однотонный верх, темный низ, и спортивная форма, возможно, кстати, соответственно, нашими рекомендациями, с рекомендациями законодателя, введение атрибутики каких-то аксессуаров, для чего, на мой взгляд, нужна форма, нужна ли она вообще, мое личное мнение. Во-первых, форма дисциплинирует, дисциплинирует раз. Форма сглаживает разные социальные разногласия, которые могут возникать. Кто-то богаче одет, кто-то беднее. Безусловно, кто-то богаче. То есть, понимаете, таким образом мы нивелируем какие-то возможные комплексы, которые могут развиваться, какую-то агрессию, какие-то негативные эмоции, которые могут быть у молодых людей, которые еще к личности не сформировались, и все это ни к чему. Кроме того, форма может подчеркивать некий корпоративный дух учебного заведения, школы, ее традиции, потому что мы всегда вспоминаем нашу школу, и будучи взрослыми, что мы с вами делали вот только что до эфира, вспоминая наши родные школы. И, по моему мнению, сегодня, несмотря на то, что учебный год только стартовал, как вы сказали, мы вступили в Новый год, большинство школ уже приняли на своем уровне решение о ведении в школьной форме. Но мы не торопимся, и отношения наши к этому вопросу спокойны. Дело в том, что сегодня необходимо, чтобы был какой-то общественный консенсус создан в этом отношении, я вот перед эфиром разговаривал с нашими партнерами, порталом ВОДМАМА, это крупнейший родительский портал Приморского края, мы с ними сотрудничаем, взаимодействуем и считаем их неким таким общественным экспертным советом для департамента образования. Они проводили соцопрос, мнение родителей. Так вот, большинство, более 40% родителей, которые участвовали в соцопросе, считают, что должен быть какой-то дресс-код, какая-то деловая одежда, деловой стиль, однотонный верх, однотонный низ. Около 30% считают, что можно вернуться к каким-то классическим вариантам в школьной форме, которая была в период Советского Союза. Меньшая часть опрошенных считает, что возможно сочетать стиль так называемый casual, может быть даже джинсы какие-то носить. Ну и совсем маленькая часть опрошенных, 5% считает, что никакой в школьной форме быть. А вот сразу уточню, закон он дает родителям право, допустим, решением собрания отказаться от школьной формы? Безусловно. Закон устанавливает право школы водить либо не водить школьную форму. Сразу хочу сказать, что никакой учитель, директор школы не имеет права, в случае, если ребенок не на школьную форму, лишить его возможности получать образование. И мы будем за этим делом следить. Вместе с тем, в целом, конечно, мы поддерживаем, было поручение президента, и есть закон, муниципальные органы управления образованием принимают на своем уровне некие местные правовые акты, школы принимают решения, в том числе приказы, но все это носит рекомендательный характер. Но хочу еще раз сказать, что до введения этих рекомендаций, до закона, в большинстве школ края форма в той или иной степени применялась. Также закон приморского края образования, он носит некий такой, на мой взгляд, социальный даже характер, безусловно, потому что он устанавливает новые виды образования, допустим, дистанционные. Мы сейчас внедряем в малокомплектных школах дистанционное образование, обучение детей, потому что в сельских школах сказывается дефицит педагогических кадров, того или иного учителя, предметника порой не достает. А качество образования в сельских школах должно быть на высоком уровне. Дети не должны быть в этом плане ущемлены. Поэтому вводим дистанционное обучение. У нас в центре дистанционного обучения мы устанавливаем определенное оборудование, и в режиме видеоурока, видеоконференции, видеоконференц-связи такие уроки проходят. Новый закон понятия дистанционное обучение вводит. Он вводит понятие инклюзивное обучение для детей, которые имеют те или иные отклонения в здоровье. То есть сегодня также вводится понятие сетевого образования. Человек имеет право и возможность обучаться в одной школе, получать какие-то знания, не знаю, как за границей говорят, кредиты в другой, в школе искусств, музыкальной школе, все это будет учитываться. Вот, допустим, дистанционное обучение, он базируется, обучается в селе Анисимовка, допустим, Шкотовского района, а учитель у него из другой школы, допустим, из Баса, село Смоленино. Все это законно, все эти понятия вводят. Впервые, кстати, именно законодательно закреплены гарантии учителя иметь заработную плату не ниже средней заработной платы по экономике субъекта в целом. Это впервые, но это гарантированно уже. То есть учитель не должен иметь заработную плату ниже. Это, пожалуй, такие основные вехи нового закона, которые в августе приняты в Примосском крае. Чтобы закончить тему с формы, уточню еще два момента. Это вот, допустим, если у родителей по каким-либо причинам не хватает денег, чтобы пошить форму или приобрести комплект ребенка. Как в таких случаях законно это прописывает? За чей счет должно идти обеспечение формы? Рекомендации Министерства образования и науки прописывают субъекту необходимость разработать какие-то возможности для того, чтобы малообеспеченные семьи, семьи, дети которых находятся в трудной жизненной ситуации, имели возможность получить какие-то субсидии и так далее, для того, чтобы они такую форму могли приобретать. Мы сейчас готовим предложение для губернатора Примосского края. В любом случае, малообеспеченные семьи, многодетные семьи имеют возможность и право обращаться в местные районные отделы социальной защиты для того, чтобы получить материальную помощь. В крае также действует программа на муниципальном уровне, которую некоторые муниципалитеты очень неплохо проводят. «Собери ребенка в школу». Хотел бы, кстати, сказать, что еще есть одна проблема. У нас в Примосском крае пока еще не растет, а инфраструктура легкой промышленности, которая позволит обеспечить все формы. Мы знаем. Просто швейные предприятия не могут... Они пока, по моим данным, они полностью всю потребность не покроют. Безусловно, будет некая монополия, которая сейчас, наверное, уже имеет место быть. По моим данным, там 2-4 предприятия, которые такую форму ощут в Приморье. И уже губинатор заинтересовался этим вопросом. То есть мы готовим информацию на его уровне, он проведет с нами совещание. Будут приниматься меры для развития именно вот этой системы, инфраструктуры, легкой промышленности, чтобы люди имели возможность недорого форму приобрести, потому что это не один комплект, безусловно. И чтобы малообеспеченные слои тоже имели возможность эту форму приобретать. Поэтому мы пока делаем только первое. Закон принят 15 августа. Со 2 сентября школы приступили к работе. Мы поговорили по форме школьников. А есть ли какие-то требования к внешнему виду учителей? Как-то вот, может быть, дресс-код тоже прописан. Законом Приморского края, законом Российской Федерации, другими нормативными документами, к сожалению, либо к счастью, такой дресс-код не регламентирован. Вместе с тем, учителя, это одни из самых, на мой взгляд, вот что касается корпоративного сообщества учителей, одни из самых дисциплинированных людей, они понимают, знают, и этому их обучают в школах педагогики, в учебных заведениях, где они проходят обучение, получают дипломы. Они понимают, в какую аудиторию, в какой класс они заходят, что это дети, они должны очень хорошо всегда выглядеть, и тоже соблюдают некий дресс-код. Некий дресс-код, они его соблюдают. Если нет, то за этим зорко следят руководители школы, директора, заместители по учебной и повестательной работе. И, честно говоря, вот за период своей работы я не видел каких-то жалоб, обращений, рекомендаций, направленных в отношение этого вопроса. Это значит, что, в принципе, эта проблема не является, наверное, такой актуализированной. Продолжая разговор об учителях, несколько лет назад все-таки стояла проблема привлечения молодых кадров в профессию. Сегодня вроде как ситуация стала получше. Есть ли какая-то статистика по проценту? Сколько у нас молодых учителей приходит после института работать именно в школах? Вы знаете, проблема по-прежнему остается актуальной. Сегодня в Приморском крае более 600 вакансий, в основном в сельских школах, учителей-предметников, учителей русского языка, английского языка. Математики, физики, химии. По статистике порядка 40, вернее 50% выпускников школы педагогики возвращаются в свои родные территории и приходят работать в школу. Остальные, получив диплом, уходят работать в другие направления экономики. Более 60% выпускников Спасского педагогического колледжа приходят работать в школу. Школы тоже учителя английского языка, учителя физкультуры, начальные школы и так далее. Сегодня в крае необходим системный подход. Я имею в виду мотивацию для молодых учителей, чтобы они приходили и работали в школе, приезжали на территорию. Вместе с тем, в неспальных образованиях сегодня молодых учителей принимают, мотивационная система действует, им дают квартиры, подъемные, дома, общежития. Есть коэффициент, что касается заработной платы, специально увеличивающей для молодых учителей. Учителей все больше и больше приходит. Три года назад было 900 вакансий, сегодня их более 600. Поэтому ситуация стала лучше, но проблема есть. И мы сегодня совместно со школой педагогики, это Левосточный федеральный университет, совместно с главой муниципальных образований, работаем над тем, чтобы была единая краевая система привлечения молодых специалистов. Этот вопрос у нас был одним из главных на последней коллегии Департамента образования и науки, который проходил на территории Хасанского района с участием школы педагогики и представителей муниципальных образований. Есть такая проблема, мы над ней работаем, ситуация лучше, но она по-прежнему актуальна. А кого больше не хватает, предметников или учителей именно общего плата? Учителей начальной школы, учителей предметников русский язык физика. Еще один момент, связанный с привлечением кадров, это заработная плата. Вы уже упомянули, что в новом законе прописано, что она не может быть ниже средней по региону. Достигнуто ли это соотношение в Приморском крае и планируется ли в ближайшее время индексировать зарплату? Что касается заработной платы учителей, заработной платы педагогических работников системы общего образования, то у нас очень хороший результат в Приморье. Действительно, за последние два года заработная плата существенно возросла. В соответствии с указом президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, заработная плата педагогического работника общего образования должна быть не ниже средней по экономике, средней по региону. Сегодня прогнозная средняя по экономике заработная плата более 31 тысячи рублей, средняя заработная плата по итогам первого полугодия педагогического работника системы общего образования более 35 тысяч рублей, Средняя заработная плата учителя более 36 тысяч рублей. Эти данные мы получили из Росстата. Именно они уполномочены для того, чтобы провести мониторинг состояния заработными платами учителей и педагогических работников по всей России. За первое полугодие у нас такая цифра более 35 тысяч рублей. Хотел бы сказать, что правда говорится, что это заработная плата за первое полугодие с учетом отпускных, так как учителя уходили массово в отпуск. Но по нашим прогнозам, средняя заработная плата за год, в 2014 год, будет выше на 2-3%, чем средняя заработная плата по региону в целом. Мы обязаны выполнять у Каз-президента, и мы будем это делать. А в среднем молодой специалист, который только окончил университет, пришел работать в учителем в школе, на что он может рассчитывать, на какой уровень примерно заработок? В зависимости от того, каковы будут условия его работы. Будет ли он работать на полставки, будет ли он работать на полную ставку, либо он будет иметь более чем одну ставку. Он может рассчитывать на среднюю заработную плату, в том числе равной средней заработной платы по экономике. Мы сейчас работаем с директорами школ, с управлениями образованиями, что в школах ни в коем случае молодые педагоги не подвергались каким-то гонениям, притеснениям, чтобы равномерно, справедливо, в случае их желания распределилась нагрузка. Ведь такие моменты в школах, к сожалению, тоже имеют место. То есть работаешь на полставке. Да, вот тебе нагрузка, значит, минимальная, она больше не претендует, и еще молодой и так далее. Поэтому они могут претендовать на самую хорошую заработную плату с учетом нагрузки, с учетом их желания. Но кроме заработной платы им необходимо создавать другие условия. У них должно быть хорошее рабочее место. То есть мы для молодых специалистов, для учителей уже второй год приобретаем армы, автоматизированные рабочие места для физиков, химиков, биологов, в этом году математиков, учителей начальной школы. У нас в крае действуют различные конкурсы, в том числе молодой педагог. Педагогический дебют называется. И те, кто в этом конкурсе победил, тоже получают в качестве поощрения, подарка, новое автоматизированное рабочее место. Это компьютер, интерактивная доска, документ-камера и так далее. Вообще я разговариваю на территориях с молодыми учителями, которые приезжают, и спрашиваю, какая для вас главная мотивация, как вы оказались в том или ином районе. Был в Азовском районе, зашел в школу и переговорил с учителем химии. Она мне говорит, Александр Николаевич, я уроженка Октябрьского района, закончила школу педагогики, была на пятом курсе, приехал ко мне директор школы. Директор школы сказал, вы должны у нас работать. Вот вам ключи от квартиры. У нас в школе прекрасно оборудован кабинет химии. Это тоже мотивация. У нас хорошие люди, у нас очень красиво. То есть она перечислила практически все мотивационные моменты, которые могут интересовать молодого педагога. Я оказалась в Азовском районе. Поэтому мотивация — это не только заработная плата. Это прежде всего жилье, на втором месте, наверное, заработная плата, на третьем — комфортные условия. Ну, комфортные условия — это уже зависит от глав муниципалитетов. Ну и мы поддерживаем. То есть администрация Сумовского края в рамках модернизации общего образования сегодня и оборудование, и автоматизированные рабочие места, и нетбуки. Нетбуками обеспечены все учителя сегодня. Также мы работаем, чтобы каналы связи, интернет был более высокоскоростной. Тоже это важно. А сегодня уже можно, скажем, родителям, у которых есть доступ в интернет, практически у всех проследить за успеваемостью своего ребенка, зайдя на какой-то сайт? Портал краевой работает уже трой год. Электронная школа «Приморье», мы его развиваем. Сегодня это, кстати, если не единичный, то один из немногих прецедентов в Российской Федерации, когда в рамках одного портала и общее образование — это школьная, электронная очередь, детские сады. Конечно, мы его дорабатываем. Конечно, он сегодня нуждается в доработке, и мы это делаем. Но все школы края представлены на этом портале. Большинство из них имеет электронные дневники. Электронные дневники функционируют. Родители даже могут подключаться к услуге смс-информирования о том, где их ребенок находится, вышел из-за предела школы и так далее. Поэтому все это действует, все это будет только развиваться. Электронная школа «Приморье», там и форум есть, и профессиональное образование уже представлено, и коррекционное образование. Поэтому такой портал и такие возможности имеются. А данные о поведении ученика там можно узнать? О поведении оценка выставляется, конечно. То есть это отдельное дело? Либо можно зафиксировать и в рамках сообщения смс отправить учитель, как его... То есть замечание можно и в электронный дневник? Можно. И смс-информирование в электронный дневник. Да, и другие там есть варианты. Поэтому родители активно пользуются электронной школой «Приморье». Это очень удобно. Еще один момент, который в новом законе об образовании зафиксирован, это учебники, которыми пользуются ученики. Какой процент школ сегодня у нас в крае оснащен, обеспечен учебниками полностью? И каких, может быть, не хватает учебников? Как эта проблема будет решаться? Субъект Российской Федерации, в данном случае администрация Приморского края, несет ответственность. И мы имеем полномочия по обеспечению школ, муниципальных школ. То есть мы несем следующие расходные обязательства. Мы несем расходные обязательства по обеспечению заработной платы школ, администрации, педагогического персонала. Мы несем обязательства также по учебным расходам. В учебные расходы входит приобретение учебников. Та сумма, которая сегодня заложена для приобретения учебников, она маленькая. Меня она не устраивает. И мы уже готовим предложение по увеличению суммы, которая из бюджета Приморского края затрачивается на учебные расходы, то есть на приобретение учебников. Сегодня учебные расходы не только учебники. Сегодня я считаю, что необходимо тот же интернет считать не средством связи для школы, а именно неотъемлемой частью учебных процессов. Сумма на учебные расходы составляет 250 рублей. То есть по нашим подсчетам сумма на учебные расходы должна составлять не менее 700 рублей. Мы такие предложения подготовили, направили, согласовываем, уверены, что мы своего добьемся. Вместе с тем, должен вам сказать... Сразу уточню, федеральные деньги на вот эти цели предусмотрены какие-то? В рамках федеральной программы модернизации общего образования два года подряд мы в прошлом году и в этом году, в прошлом на 50 миллионов, в этом году 50 миллионов приобрели для школы-края учебники для младших классов. С первого по четвертый класс в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Поэтому все школы-края учебниками в большом количестве для младших классов из федеральных средств обеспечены. Вместе с тем, те школы, которые средства, которые им поступают на учебные расходы, расходуют и тратят именно на учебные расходы, они такие учебники имеют. Те школы-края, которые эти средства пускают на другие цели, такие председенты тоже есть, у них возникает дефицит учебников. Но еще не должны забывать, что в соответствии с законом учебник в школе должен использоваться и храниться 4 года. Те школы, которые системно подходят к формированию своих учебных планов, то есть не меняют их каждый месяц, а для этого необходимы другие, новые учебники, они имеют полностью скомплектованную библиотеку, у них, как правило, не возникают вопросы, связанные с тем, чтобы родители должны учебники приобрести. То есть только если родитель хочет какой-то новый учебник, только тогда он имеет полное право эти учебники приобрести. Поэтому здесь ситуация такая, знаете, многогранная. Действительно, должен признаться, что средств недостаточно. Вместе с тем, эти средства расходуются достаточно эффективно на местном уровне. Плюс третий момент, о котором я уже сказал, что надо просто системно подходить к формированию учебных планов, реагировать на те рекомендации, которые делает Министерство образования и науки, что касается используемых в учебном процессе учебников. К сожалению, не все это делают, это муниципальные полномочия, но мы с следующего года на более такой жесткий контроль эту ситуацию возьмем и надеемся, что мы получим разрешение иметь средства на учебные расходы в большем объеме. Это очень важно, на самом деле. А есть ли какие-то, может быть, уже программы, проекты по переходу на электронные учебники, чтобы там ученик не таскал в своем ранце несколько больших книг, а вот один девайс такой? У нас в России буквально несколько субъектов, по-моему, Пскопская область выступали в качестве пилотных регионов по пробированию именно электронных учебников. Вообще, мне эта идея кажется нормальной, хорошей. Я подумываю над тем, чтобы, может быть, мы в Приморском крае в ряде территорий, в ряде школ опробировали возможности электронного учебника. Потому что, в принципе, уже сейчас ученик может приносить в школу вместо этого учебника девайс, планшет, что-либо другое, где учебники, учебные программы закачаны, и он может им пользоваться, никто не вправе его выдворить из класса и предвить какие-либо претензии. В общем-то, это его абсолютное право, потому что он должен получать образовательную услугу. Действительно, для младшеклассников, для учеников четвертых, пятых классов большой тяжелый портфель — это нагрузка. Действительно, я сам как родитель знаю, что такое настоящий портфель для полноценного учебного дня. Действительно удобно носить какой-то девайс и планшет. Но, знаете, этот вопрос является риторическим не только в России. Вот я был в Корее, выступал представителем жюри, был конкурс для студентов, изучающих русский язык. И одной из тем для студентов было именно, какие учебники вам нужны — на бумажном носителе, либо электронные учебники. И консенсуса они не достигли. Поэтому сегодня кто-то предпочитает старые добрые буквари, учебники. Осторожно к этому вопросу относятся Министерство образования. Но пилотные регионы уже были. Но у меня такое впечатление, что, в принципе, это не завтра, не послезавтра решит свой вопрос в целом. Но мы к этому придем обязательно. Эта данность — это сегодня 21 век. Это удобно, и мы к этому придем. Еще один аспект материальный. Состояние школ. Многие из них, особенно в районах, требуют ремонта. Есть ли какая-то программа по этому поводу? Как вообще решается это? На местах или на краевом уровне? Содержание зданий и сооружений, школ — это муниципальные полномочия. Вместе с тем, бывая на территориях, я стараюсь раз в неделю, раз в две недели посещать тот или иной район, обязательно захожу в школу и смотрю. Мое мнение, что эстетика быта, состояние школы оставляет желать лучше. Не совсем качественная работа в прошлые годы, и на муниципальном уровне, и на краевом, школа нуждается в ремонтах. Школы постройки 40-х, 30-х годов. В основном школа нуждается в ремонтах кровель, замены окон. Необходимо устанавливать ограждение, это безопасно для детей. Видеоотоблюдение. Система отопления оставляет желать лучше, то есть коммунальная инфраструктура и так далее. В этом году впервые в рамках модернизации общего образования федеральной программы губинаторам было принято решение, что мы поможем капитально отремонтировать ряд школ. Всего на капитальные ремонты и текущие ремонты базовых школ направлено 130 миллионов рублей. А вернее, с теми средствами, которые были направлены уже после ливни и дождей, это более 170 миллионов рублей. Более 170 миллионов рублей получили муниципалитеты на капитальный текущий ремонт. Губинаторам принято решение, что в течение 6 лет мы будем помогать муниципалитетам ремонтировать школы. Дело в том, что это очень большая, серьезная финансовая нагрузка, и мы не уверены, что муниципальное образование справится с этим сами. Но общее образование — это основа основ. Школа — это основа основ. Мы не можем позволить, чтобы школы были в таком виде. Уже в этом году предварительно, но я скажу об этом, принято решение губинаторам, буквально вчера, что мы в следующем году еще 20 школ будем ремонтировать. И каждый год будем по 20 школам ремонтировать. Капитальный. Капитальный ремонт. На текущие тоже будем выделять. Но речь идет прежде всего о ремонтах базовых школ. Что такое базовая школа? Это школа, где мы открываем центры компетенции. Физики, химии, биологии, математики. Начальная школа — центр дистанционного обучения. Текущие ремонты будут в этих кабинетах, где эти центры компетенции будут располагаться. Самые главные проблемные реперные точки в школах — это кровли и окна. Это здоровье детей, это энергосберегающие технологии. Поэтому губинатор принял решение, что мы будем ремонтировать кровли и будем финансировать замену окон. Вместе с тем будем просить муниципалитету, чтобы они уделяли внимание, допустим, вопросам безопасности. То есть устанавливали систему видеонаблюдения, чтобы везде в школах были ограждения, чтобы была произведена замена везде технологического оборудования в столовом и так далее. А новые школы где-то сейчас строятся у нас в крае? — Мы буквально недавно, 2 сентября, в День знаний, открыли новую школу. Торжественно, в селе Шумное, Очугуйский район. Там была ветхая, старая школа. Сегодня в этом селе современная новая школа, которая, кстати, будет сочетать по себе и школу, и детский сад. То есть там будут, оказывается, две услуги — это школьное образование и общее. Сейчас строится школа в Красноармейском районе, в селе Рощино. Вот вчера буквально, сегодня утром разговаривал с главой района Григорьевичем Тарабаровым. Он доложил мне, сказал, что активно ведутся работы. Активно ведутся работы. Надеемся, что в следующем году эта школа будет также станна в эксплуатацию. Эти школы строятся в рамках программы развития сельских территорий. — То есть они исключительно за счет края строятся или района тоже? — Они строятся в основном за счет краевого бюджета. — Еще один такой резонансный момент нового закона об образовании касается того, что учителям могут запретить давать частные уроки ученикам. Кто будет контролировать этот вопрос? И предусмотрены ли какие-то санкции? — Действительно, в соответствии с новым законом образования учителю запрещено заниматься коммерческой деятельностью, внеурочной деятельностью с учениками своей школы, где работает учитель. Вместе с тем, какие-то на сегодняшний день порядки, подразумевающие контроль, отслеживание этой ситуации, отсутствуют. На мой взгляд, сегодня школам необходимо думать о том, чтобы увеличивать свою небюджетную деятельность, то есть изыскивать дополнительные средства, которые они могут изыскивать и направлять на заработную плату, в том числе за счет того, чтобы вести дополнительные занятия, уроки с теми детьми и родителями, которые желают этих дополнительных уроков. Все это должно быть цивилизовано в рамках программы дополнительного образования школ. Почему? Потому что школы сегодня могут, умеют и должны тоже зарабатывать. Конечно, территория и территория рознь, но еще год назад у нас большинство школ были казенными учреждениями, которые не могли взять к себе на работу без разрешения сверху, без согласования, без визы начальника управления, чуть ли не заместить для главы, психолога, который нужен сегодня в школе и так далее. Сейчас уже более 50%, около 60% школ перешли в разряд бюджетных учреждений. Что касается работы учителя с детьми, с учениками из других школ, пока такого порядка нет. Но, наверное, законодатель имел в виду, что необходимо эти услуги, эту работу переводить в цивилизованное, правильное русло, направленное, кстати, на улучшение деятельности самой школы в рамках дополнительного образования. Кстати, знаете, еще есть один очень важный нюанс. Ведь помните, раньше, в период Советского Союза, либо позже, когда вы учились, учитель нес ответственность за то, понял ли материал ученик, либо нет. Учитель получает образование в большинстве своем не бесплатной основе. В основном мы направляем школу педагогики по целевому набору учителей. Учитель улучшает свою квалификацию за счет средств краевого бюджета. Учитель сегодня имеет неплохую заработную плату. Все делается от того, чтобы его мотивировать на более качественную, хорошую работу. Чтобы он не подрабатывал раз. И чтобы все-таки он доносил материал до учеников, чтобы ученики понимали этот материал, чтобы они выполняли учебный план, чтобы они знали тот предмет, который преподает учителю. Грубо говоря, чтобы не получалось, как у нас в медицине иногда, когда врач принял несколько... Чтобы искусственно это... Мы прекрасно понимаем, что порой это делается искусственно. Вместе с тем я помню, что мою бытность в нашей школе, те ученики, которые все-таки не финули, не понимали материал, с ними учитель бесплатно в неурочное время работал, консультировал и подтягивал, потому что спрос с него. Он несет ответственность. И ему порой было неудобно, что у него есть отстающий. Предлагаю поговорить о другом уровне образования. Это то, с чего все начинают. Дошкольное образование. Президент страны поставил задачу в течение нескольких лет ликвидировать полностью очереди в детские сады. К какому году планируется это сделать в Перможском крае? И какие мероприятия для этого сейчас принимаются? Что касается исполнения вышеупомянутого указа президента, который поручил до 2016 года ликвидировать очередь для актуальной группы детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью, эта сегодня задача губернатором края для нас обозначена как приоритетная. Задача номер один. Губернатор края поставил перед нами и перед собой еще более амбициозную задачу. То есть мы должны выполнить указ президента до 2015 года. В этой связи сегодня мы имеем возможности и ресурсы двух программ. Краевую программу модернизации дошкольного образования, развития дошкольного образования, которое в Перможском крае действует. И мы уже строим детские сады в рамках краевой программы. В этом году 6 строительских садов, 5 из них должно быть введено. Я вот в понедельник поеду посмотрю ход строительства детского садика, кстати, в Устурийске. Был в Шкотово смотрел, в декабре он будет сдан. Сдаются у Владивостоки. 14 детских садов мы начнем строить в следующем году. То есть всего мы должны за этот и следующий год по краевой программе начать и закончить строительство 21 детского сада. Вместе с тем нам очень помогает еще и федеральная программа. Летом этого года было принято решение на уровне правительства, и мы стали участниками федеральной программы модернизации дошкольного образования. В августе Приморский край получил 809 миллионов рублей, которые мы в ближайшее время направим в качестве субсидии муниципальным образованием. Определены 13 объектов, которые будут построены в трех случаях, где будет произведена реконструкция, капитальный ремонт, те объекты, которые будут выкуплены, как, допустим, для Нереческого района первого этажа строящегося здания. В Владивостоке будет выкуплен бывший детский садик. Эти действия, эти меры должны быть направлены на ввод новых мест. Безусловно, мы сейчас будем работать над тем, чтобы ликвидировать очередь от трех до семи лет. Хотел бы сказать, что эта очередь на сегодня в Приморском крае составляет 2831 человек. То есть она на 30% меньше, чем на 1 января этого года. Самая большая очередь для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Она составляет более 90%. Так называемая, как я говорю, косвенная очередь. Вместе с тем, уже по нашим данным, в результате соцопросов, родители, дети, которых достигли возраста уже полтора, два года, они готовы идти работать и хотели бы, чтобы их ребенок пошел в школьное образовательное учреждение. Поэтому, выполняя указ президента, и имея в виду ресурсы и краевой, и федеральной программы, мы еще думаем о ликвидации очередности детей в возрасте от 0 до 3 лет. Возможности, ресурсы очень хорошие, они есть. Фундамент заложен, необходима просто воля глав на местах, руководителей, тех же подрядчиков. Мы ежедневно мониторим ситуацию, практически каждый раз по телефону спрашиваем, как ситуация, сдвинулись ли на шаг, на два шага. Выезжаем на место только так, только так можно ликвидировать очередность. Вот как, понимаете, как субботники какие-то, как вот те пятилетки, потому что есть такая... Я сразу уточню, вот те 800 миллионов федеральных, о которых вы упомянули, то есть это целевые субсидии, которые на местах главы не смогут потратить на что-то другое, только на строительство детства. Они их могут расходовать в соответствии с постановлением правительства, с порядком, который правительством определен, на строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, выкупы зданий и сооружений, приобретение оборудования. Думаю, что в этом году они приступят к строительству, будут заключать контракты, в случае выкупа выкупят, в случае реконструкции такую реконструкцию начнут либо произведут, в случае капитального ремонта капитальный ремонт завершат, но капитальный ремонт должен подразумевать введение новых дополнительных мест, находки, допустим, будет капитальный ремонт в ливаде одного из этих садов. В следующем году они продолжат эту работу. Если они свои бюджетные обязательства реализуют в этом году эффективно, безусловно, они могут и будут претендовать на продолжение финансирования на эти работы в следующем году. Поэтому, повторяю, задачу, которую поставил губернатор, ее можно выполнить, но воля, хорошая работа всех, от кого это зависит, то есть человеческий фактор здесь номер один вопрос. Если продолжать тему дошкольного образования, все-таки развивается постепенно такая форма, как частные детские сады, как меняется их статус, обязанности, права в связи с принятием закона, и не уступают ли они в чем-то государственном, именно в правом плане? У родителя должен быть выбор, выбор обязательный, он должен иметь выбор, куда он отдаст ребенка, какую программу дошкольного образования ребенок будет получать. Либо это будет муниципальный детский сад, либо это будет частный детский сад, либо это будет ведомство на детский сад. К сожалению, в Приморском крае система, ранее по закону они назывались не государственные детские сады, сейчас по новому закону они будут называться частные детские сады, не так хорошо развиты. То есть в Приморье сегодня 15 некосударственных детских садов. Это официально действующие детские сады. Безусловно, мы знаем, что есть и неофициально действующие, которые требованиям СанПИНа не соответствуют, не соблюдают, не имеют порой лицензии, не аккредитованы и так далее. Это частные детские сады, а также ведомственные детские сады, российские железные дороги, Министерство обороны и другие. Мы сегодня работаем с муниципальными органами управления образования, чтобы на местах были муниципальные правоакты, регламентирующие деятельности частных детских садов. С 1 января 2014 года финансирование частных детских садов по аналогии с муниципальными детскими садами, части учебных расходов и заработной платы педагогического персонала будет возложено на субъект Российской Федерации, то есть на Амминистрацию Приморского края. Поэтому мы будем иметь возможность развивать систему частных детских садов. Будем проводить семинары, будем разъяснять представителям малого и среднего бизнеса, какие у них имеются выгоды, будем изучать, мы уже изучаем лучший опыт, Татарстан, Калужская область и так далее. Сегодня желающих открыть частный детский сад гораздо больше, чем 2-3 года назад. Кстати, наши партнеры и контролирующие органы, они тоже готовы минимизировать административные барьеры, которые не позволяют, в том числе, ранее такую работу проводить тем людям, которые хотели бы таким бизнесом заниматься. Чтобы этот процесс на годы не затягивался. Чтобы не затянулся на годы. То есть, как мы понимаем, о чем мы говорим, в некоторых муниципальных образованиях, как, например, в Артеме, прекрасно действуют программы частного государственного партнерства, поддержки малого, среднего предпринимательства и так далее. Поэтому с 1 января частные и негосударственные детские сады будут от нас получать субсидию на заработную плату и на учебные расходы. В этом году мы уже финансируем учебные расходы и заработную плату не государственным, а общеобразовательным учреждениям, то есть частным школам. Уже с этого года они такую финансовую поддержку от нас получили. Их тоже немного, они есть, они эффективны, спрос на них есть. Данные субсопроса говорят, что в Приморском крае около 20% родителей хотели бы, были бы не против, не возражали бы, чтобы дети ходили в частные детские сады и в частную школу. Хотел еще немного поговорить о дополнительном образовании, в частности, музыкальных школах. Закупаются ли для них сегодня новые инструменты, есть ли какие-то программы в этой части? У нас театр тем более скоро открывается. Музыкальные школы, они не относятся к сети и к подведомству Департамента образования и науки, они относятся к подведомству Департамента культуры. Но вместе с тем я готов на эту тему поговорить. Дело в том, что по моим данным сейчас на федеральном уровне рассматривается проект поддержки тех школ и системы общего образования, которые имеют уроки музыки, программы, учебные программы музыки у себя. И мы уже получали запрос от федерации, чтобы мы показали потребность школ таких в музыкальных инструментах. Мы такой запрос сделали в муниципальные образования, получили данные, направили их в федеральный центр. Поэтому такая работа в поддержке тех школ, где уроки музыки существуют, проводится. Я думаю, будет какая-то программа федеральная. Это очень хорошо. У нас по соседству в Китае в каждой школе большое количество музыкальных инструментов. Уроки музыки на ура, они на уровне. Вот эти запросы что показали? Школы просят, а не хватает инструментов пианино, аккордеон, баян, а также тех инструментов, которые дети, старшеклассники могут использовать для того, чтобы у них в школе функционировал ансамбль. Как раньше, школьный ансамбль, вокальный инструментальный ансамбль. Кстати, в Сибирцево, ну прекрасно просто, электрогитары, гитары нужны, синтезаторы, барабаны. Это очень хорошо, это сплачивает детей. Целая культура в школах порой существует, уходит одно поколение. За гитару берутся другие, более младшие дети. Вот в Сибирцево я в школе, кстати, видел прекрасно, по-моему, пятая школа, такой прецедент. Поэтому федеральный центр сегодня такой проект готовит. Мы его, естественно, поддержим, надеюсь, в крае реализуем. Но речь идет о системе общего образования. Что касается культуры, я знаю от коллеги, начальника департамента культуры, Анна Николаевна Олеговна, что есть возможности, ресурсы сегодня и программы по обеспечению музыкальной школы дополнительными музыкальными инструментами. Продолжая разговор, который мы вели о библиотеках школьных, ну там все-таки не только учебники, но и какая-то художественная литература, на мой взгляд, должна быть. Есть ли какие-то мероприятия в этом направлении? Потому что, ну вот, когда я учился, все-таки в основном эти книги были такого очень достаточно солидного возраста, там та же классика. По моим наблюдениям, я посещаю обязательно библиотеку, когда я нахожусь в школе, библиотечные фонды актуализируются. Новые книги художественной литературы, в частности, классическая литература, закупаются. Да, это полномочия муниципалитетов, повторяю, что мы расходуем средства и финансируем приобретение именно учебников. Но стоят новые книги, библиотеки все сохранились. Это уже радует. В отличие от муниципальных библиотек, от библиотек краевого уровня, библиотеки все в школе сохранились. Более того, по-прежнему это хорошо, я это приветствую, библиотека является неким таким центром социо-культурным всей школы. Особенно в селах. В селах, безусловно. Вместе с тем, и, кстати, даже в наших учреждениях профессионального образования, среднего, начального, тоже это ведение департамента образования и науки, я вижу, что в библиотеках находятся молодые люди, учащиеся, они читают журналы, они читают книги, в общежитиях, даже в комнатах отдыха, где находятся журналы, книги какие-то, тоже спросом пользуются. Вместе с тем, имея в виду, что сегодня уже необходимо библиотекам думать над тем, чтобы иметь уже у себя какие-то электронные ресурсы, а мы сегодня поставляем в школы компьютеры, компьютерные классы, классы ЕГЭ, которые могут использоваться между ЕГЭ, как компьютерные классы, мы рекомендуем иметь в виду, что уже возможно в школах реализовать какие-то, знаете, программы, связанные с электронными библиотеками, с какими-то ресурсами, не знаю, Оксфордской библиотеки, возможности для неосточного федерального университета, каких-то других школ, то есть сегодня просто вот такие возможности есть хорошие. Ну то есть, грубо говоря, если там школьник даже учится в какой-то отдаленной сельской школе, чтобы он благодаря вот этим технологиям мог получить доступ к ведущим библиотекам мира фактически. Конечно, таких библиотек сегодня много, и в том числе и русскоязычный, слава богу, и библиотек классической литературы, там на историческую тематику, на любую тематику, поэтому сегодня это просто дополнительная возможность. Но повторяю, что библиотеки сохранялись, сохранялись. Не так давно был опубликован список фильмов по произведениям классической литературы, которые рекомендуются к просмотру школьникам. Как вы относитесь к этому списку, и вообще может ли кино заменить прочтение какой-то книги? Никогда кино не заменит прочтение, чтение книги. Никогда кино не заменит ту культуру, которую необходимо каждому ребенку прививать, чтобы он читал книгу в любом ее виде, на бумажном носителе, либо в электронном виде. Кино — это другая культура, книги — это другая культура. Для меня книги — это главное хобби, например. Также я приучаю коту моих детей. Я не видел официального списка фильмов, о котором вы говорите, утвержденного министром образования. Нам никакие документы, директивы, приказы в этом отношении мы не получали. Есть федеральный и государственный образовательный стандарт. То есть список этих фильмов, естественно, к этим федеральным и государственным образовательным стандартам никакого отношения не имеет. Поэтому на сегодняшний день я, так же, как и вы, наверное, читал какие-то отзывы в интернете, видел список книг. Понимаете, сколько людей, столько и мнений. Не факт, что какой-то один человек, либо несколько людей могут именно определить какой-то круг фильмов, который будет исчерпывающим. Это не так. Сейчас еще очень такая дискуссионная тема — это единый учебник истории. Как известно, не знаю, как сейчас, раньше была дисциплина такая, как история Приморского края отдельно, она в старших классах изучалась. Факультативно она сейчас тоже изучается. Да, вот нет ли идеи, может быть, заказать нашим местным ученым, историкам, такой же учебник, единый, историю Приморского края? Ну, мое мнение, что, к сожалению, наши ученики, и взрослые люди в том числе, это мое мнение, они, может быть, не до конца хорошо знают историю Приморского края, которая очень многогранна и интересна. Это мое мнение. Действительно, наверное, стоит взаимодействовать здесь с Академией наук, с университетами, которые расположены на территории нашего края, с историками, с краеведами, чтобы такой учебник, курс появился. Кстати, сейчас большая возможность у авторов учебников быть соискателем разных грантовых программ на эту тему, на эту тему, а мы готовы поддержать. Потому что историю края знать необходимо, это малая родина. Хотел еще поговорить о ЕГЭ. Каждый год вот этот период, июнь, июль, когда, собственно, происходит сдача экзамена и затем уже по его результатам зачисления, постоянно какие-то там скандалы, разбирательства. Школьники там придумывают новые способы добыть ответы и как-то ими обменяться. Вот как в следующем году, наверняка уже этот вопрос обсуждается, будут следить за тем, чтобы ответы не появлялись в интернете, и будут ли использоваться какие-то технические средства в этом плане? Для меня тот негативный фон, который происходил в период сдача ЭГЭ этого года, он был непредсказуем и неожиданным. Я для себя понимал, что вот эта вот волна негатива, негативного отношения в какой-то степени была снивелирована. Даже считал соцопросы и в разговоре с коллегами и с теми же родителями видел, что отношение к ЕГЭ стало более спокойным, более взвешенным, он более стал приниматься, чем ранее. Поэтому, повторяю, для меня тут фон негативный эмоциональный, который был в этом году, он был, скажем так, неожиданным. Вместе с тем, я итогами ЕГЭ в крае доволен. Да, у нас были нарушения, но без нарушений, когда ЕГЭ сдают десятки тысяч людей, в нашем случае 10 130 человек в базе ЕГЭ в Приморском крае, отзанесены дети, было бы странно, наверное, и обман был бы большой, если бы мы увидели, что нет нарушений. Такого просто не бывает. Главная проблема, я считаю, здесь такая, знаете, на ментальном уровне, на мой взгляд, у нас в России, в Приморском крае, все-таки культуры какой-то, знаете, честного, правильного отношения к каким-то испытаниям пока нет. То есть мы были воспитаны на старых традициях, когда, в общем-то, пользование шпаргалкой, человек, который пользовался шпаргалкой, он не подвергался астрактизму, значит, это не было таким серьезным моральным падением, а все это воспринималось в шутку, в общем-то, приветствовалось, все об этом знали и говорили. Поэтому за этот короткий период, который пошел, культура честного отношения к экзаменам, к разным испытаниям, она еще не сформирована. Что будет в следующем году? Сейчас решается в Министерстве образования и науки, в Рособорнадзоре, безусловно, наверное, будут приняты какие-то меры, что касается информационной безопасности раз. Говорят о мерах, которые связаны с доставкой контрольно-смертных материалов. То есть они, скорее всего, будут доставаться в очном режиме, не с посредством электронной почты, интернета и так далее. Безусловно, необходимо иметь разные вариативные варианты ответов в большем количестве. Это просто большая работа, чем ранее. Наверное, будут приняты меры, и единый государственный экзамен будет более вариативный и приемлемый для населения. Кстати, для начала необходимо вообще достигнуть общественного консенсуса по единому государственному экзамену, обсудить с родителями, со всеми интересовыми сторонами, какой экзамен хотели бы видеть люди. И они скажут, какой экзамен хотели бы видеть люди. Родители скажут. Там, не знаю, журналисты, педагоги скажут, чиновники, департаменты образования, науки. Возможно, это должен быть единый государственный экзамен с учетом среднего балла аттестата. Потому что мы вручаем золотые медали. У нас в этом году мы вручили больше, чем в прошлом году золотых медалей. Горят глаза, эти дети учились 10-11 лет. Они заслужили, чтобы этот период каким-то образом был защищен. Вместе с тем, единый государственный экзамен, безусловно, снизил коррупционную составляющую, что касается поступления в университет. Это действительно одна из самых главных хиперзаслуг. Это так. То есть сегодня ребята из глубинки, они могут поступить в ведущие университеты и Приморского края, и России. Вы спросили про какие-то средства подавления сотовой связи. В прошлом году мы такие средства подавления сотовой связи приобрели, оснастили ими пункты приема экзамена. Они себя очень эффективно зарекомендовали. Очень эффективно зарекомендовали. Количество нарушений было бы, возможно, большим. Но понимаете, просто ребята знали, что просто связи сотовой нет в классах. Сегодня выгоднее не нарушать. Вот сегодня дети и их родители должны понимать, что нарушать сегодня невыгодно. Учишься, готовишься, ты обязательно сдашь идти на государственный экзамен. Если ты нарушишь, ты не получишь эти статус. Тебе невыгодно. У тебя нет мотивации нарушать. Сколько не ставь эти глушилки, сколько не приобретай какие-то средства технического контроля, металлоискателей и так далее, проблему это, честно говоря, не решит. Здесь очень важно проводить разъяснительную воспитательную работу с родителями, с старшеклассниками. Пусть это не покажется лишним. Чаще их собирать, говорить, ребята, не нарушайте. Это неправильно. Идите, честно, сдавайте экзамен. Вы лучшие, вы сдадите. Вот только такая воспитательная и разъяснительная работа, она приведет к хорошему результату. Но при одном условии, если единый государственный экзамен, максимально будет положительно воспринято заказчиками образовательной услуги родители. Александр Николаевич, а есть ли статистика, сколько выпускников этого года поступили в приморские вузы, сколько уехали в другие регионы? Около 10% выпускников приморских школ уехало обучаться в другие вузы приморского края. Страны. Страны, извините, это страны. Это Москва. Ну, математики, выдающиеся, наверное, в будущее, они уехали в Новосибирск. Специалисты по эти технологиям, возможно, уехали в Казань. Кто-то уехал за границу. Но в основном поступают в приморские края. И вопрос продолжения. Какой процент абитуриентов в крупнейшие вузы края в этом году был из-за пределов Приморья? По данным Дальневосточного федерального университета, около 40% поступивших в ДВФУ, но еще это в всех программах, магистратура, бакалавриат и так далее, приехали либо пытались поступить из других регионов. То есть сегодня ДВФУ действительно привлекает. Вот раньше ДВФУ в 80-е годы он был самым главным университетом Дальнего Востока. Когда я учился, поступали ребята из Бурятии, Иркутской области, Хабаровска, Магдана и так далее. То есть сегодня мы возвращаемся к тем в этом плане временам, что он действительно стал центром, привлекающим абитуриентов из всего Дальнего Востока, в том числе из России. Ректор рассказывал, что приехали и поступали ребята, в том числе из центральной полосы России, из ближнего зарубежья, из Казахстана, Узбекистана, Кавказских республик и так далее. Закончить хотел бы такой дискуссионной темой последних месяцев. Это реформа Академии наук, что вызвало в июне-июле бурные дебаты в Госдуме. Ну и в частности наши ученые дальневосточные тоже высказываются, потому что у нас один из таких крупнейших районов сосредоточения. Вот хотел узнать ваше личное мнение, нужны ли какие-то изменения вообще в системе Академии наук, как нам сохранить то, что есть, и как привлечь в науку все-таки молодых людей. Мое мнение, что, безусловно, меры, направленные на то, чтобы наша наука была на мировом уровне, принимать необходимо. Вместе с тем я бы не сказал, что вот эта отрасль находится в каком-то отставом состоянии. Поэтому сегодня вместе с академиками, вместе с Академией наук просто надо понимать ту карту проблем, которая существует в науке, в Российской Академии наук, что мешает нам и где найти пути, куда двигаться, чтобы быть на мировом уровне, вернуться, как бы было в прежние времена, чтобы наша наука, хотя она и сейчас в неплохом состоянии, была конкурентоспособна. Это раз. Второе, что касается молодых ученых, им надо создавать условия. То есть это люди особые, особые люди с особым складом ума, с особыми характерами, в научном, в творческом. Им надо, как и учителям, они должны получать хорошую заработную плату, у них должны быть оснащены рабочие места, они должны работать на самом современном оборудовании. Эта задача не только Академии наук, потому что Академия и ВУЗ — это одно целое. Значит, некая такая дуальная система. Будучи ученые должны получать образование в университете, на них уже должны иметь виды Академии наук, в нашем случае Дальневосточной Академии науки и наши студенты, в институте Штепрального университета. Совместно ученые и преподаватели должны думать, какое оборудование должно быть в университете, чтобы молодые люди научились с ними работать. И самое главное — это оборудование приобретать, то есть тратить финансы, средства на приобретение современного оборудования. Без этого никуда. Поэтому мотивация, зарплата, оснащенное рабочее место, оборудование, тесное взаимодействие, интеграция университетов и Академии наук, определение Академии наук со всеми заинтересованными лицами проблем, которые существуют сегодня в этой области, и просто пошаговое решение этих проблем. Также необходимо не бояться и брать лучший мировой опыт, больше общаться с коллегами из-за рубежа. Просто смотреть историю успеха тех или иных университетов, тех или иных Академий наук. Все велосипеды уже изобретены. Ну и финальный вопрос. Учитывая весь наш разговор, в том числе разговор о науке, можно ли сказать, что Приморье сегодня не только пограничный, но и такой мозговой форпост страны здесь в регионе? Конечно. Безусловно, что касается общего образования, дошкольного образования, высшего образования и профессионального образования, Приморье — это один из успешных регионов Дальнего Востока и России. Совместная деятельность учреждения профессионального образования нашего Владивостокского энергоколледжа, который развивает учебные программы совместно с ФСК, с федеральной сетевой компанией, с чем Дайндаст, изготовит специалистов для работы в области энергетики, признанной лучшей в России практикой. Дальневосточный федеральный университет — один из форпостов на Дальнем Востоке высшего образования. И всей России — это единственный современный кампус сегодня в России. Больше такого нет, и я, кстати, не уверен, что в ближайшее время вообще предвидится. Это раз. Общее образование. Мы сегодня разворачиваем систему дистанционного обучения, аналогов, которые нет в России, по моим данным. Да, у нас большое количество, 24% малокомплектных школ, но мы их сохраняем. И сегодня ставим великолепное оборудование, увеличиваем каналы связи, и ученики имеют возможность дистанционным путем получать качественное образование. Не ездить куда-то каждый день. Значит, 116 школ малокомплектных в этом году будет таким оборудованием оснащены. 23 центра дистанционного обучения на базе базовых школ в этом году будут в крае открыты. В прошлом году мы 10 открыли, в этом еще, простите, 2,4, еще 14 будут открыты. В прошлом году уже 60 малокомплектных школ такое оборудование получили. Ну и те ресурсы, которые позволяют обращать приемы дошкольного образования, они, конечно, у нас имеются. Тоже не у каждого субъекта имеются такие ресурсы. Нам, конечно, еще надо развивать дополнительное образование. Здесь мы чувствуем, что в этом отношении нам еще предстоит работать. Нам, конечно, надо развивать частные образовательные услуги, я имею в виду частные детские сады, способствовать их появлению, помогать им, частные школы, чтобы у родителей был выбор. И, конечно, не уверен, что каждый субъект Федерации помогает делать ремонты в системе общего образования в школах. Мы это делаем, это эстетика быта. У нас 70% школ сельские. Многие школы уже старенькие, материально-техническая база оставляет желать лучшего. Поэтому в целом система образования работает. Но у нас один из самых лучших учителей, на самом деле, это самый, знаете, передовой отряд, я считаю, сегодняшний день. Горжусь вообще нашим учительским сообществом. Наверное, каждый ученик считает своих учителей лучшими. Да, но сегодня еще один тренд очень важный. То есть главное не учитель, главное не ученик, и главное не родитель. А главное — это команда, все вместе. Понятно. Но на этой обнадеживающей ноте мы закончим наше интервью. Нашим гостем сегодня был, напоминаю, директор департамента образования и науки Приморского края Александр Николаевич Забрицкий. Александр Николаевич, спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Надеемся на новую встречу в нашей студии. Спасибо вам, спасибо, дорогие слушатели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok